Добрый вечер! Здравствуйте! Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в нашей ежедневной программе Чисто Ньюс. Главная новость страны, безусловно, это то, что в Украине состоялись президентские выборы. Как и предсказывали социологи, президентом Украины стал Петр Порошенко, набравший около 54% голосов. Напоминаем, что этот Петр для Украины первый. В штабе новоизбранного президента уже рассказали, что потратили на выборы более 90 миллионов гривен. Сам Петр Алексеевич заявил, что ему нечего скрывать, и народ имеет право знать, сколько нужно отбить денег в первый месяц на посту президента. По данным того же центрального штаба Петра Порошенко, инаугурация нового президента состоится 8-10 июня. То есть, судя по всему, гулять будут три дня, как на хорошей свадьбе. Впрочем, обычным украинцам пока не стоит строить иллюзии насчет нового президента, как заявлено в декларации доходов Петра Порошенко. На счетах в банках у него лежит 114 миллионов гривен, а у членов его семьи всего 105 тысяч гривен. Из чего следует, что Петя жаден. У нынешних выборов уже есть свои рекорды. К примеру, это первые выборы в истории Украины, результаты которых признала Юлия Тимошенко. Я хочу сейчас подякувать всем украинцам, которые сегодня пришли на выборы, проголосовали и тем самым ствердили нашу силу. Правда, потом ей сказали, что выигрывает не она, а Порошенко, и Юлия Владимировна передуман. Кандидат Тимошенко, набрав около 13 процентов, занимает лишь второе место. Как говорится, нашла коса на петь. Юлия Владимировна уже заявила о том, что кандидаты были в неравных условиях. У Порошенко была кондитерская фабрика, а у нее нет. В ночь после оглашения результатов выборов Арсений Яценюк успокаивал безутешную Юлию Тимошенко как мог. Уже через час они сошлись на том, что Юля себя еще покажет. Через два часа решили сбегать за второй, ну а к утру пришли к единому мнению, что все мужики козлы кучерявые. Позвонили Ляшко и отправились петь в караоску. Напомним, что сам Арсений Яценюк в президенты не баллотировался, но на выборы ходил. Более того, чтобы проголосовать, Арсений Петрович честно отстоял в очереди среди пенсионеров. Пообщавшись два часа с бабушками, он узнал, кто из кандидатов наркоман, кто проститутка, а затем неожиданно для себя проголосовал за Компартию Украины. А вот третье место Олега Ляшко продемонстрировало, что одним из основных черт украинского народа является чувство юмора. А один процент у Петра Симоненко говорит о том, что украинского народа присутствует еще и чувство жалости. Кандидат от партии регионов Михаил Добкин нашел оправдание своему низкому результату в три с небольшим процентом. По его мнению, избиратели просто не смогли его узнать, и теперь Михаил Добкин, чтобы быть похожим на свои изображения на баннерах, будет ходить с разноцветными пятнами на лице. Впрочем, во время выборов не обошлось и без курьезов. Российский Первый канал, показав предварительные результаты голосования, вывел на первое место кандидата Дмитрия Яроша. Это первый случай, когда Ярош искренне верил российским СМИ. Впрочем, представители Первого канала ошибку отрицают и уже пустили в эфир своего канала ролик, доказывающий, как именно Ярош победил в президентской гонке. Старт! Внимание! Первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. Довольно положительно отреагировал на результаты выборов в Украине пресса Израиля. Цитирую. Порошенко 53%, Тимошенко 13%, Добкин 3%, Рабинович 2%. Итого у наших более 70%. В выборах смогли принять участие граждане Украины, проживающие за рубежом, в том числе и в России. Самую высокую явку показал Ростов-на-Дону. На выборы там пришел один человек. Помимо выборов президента, некоторые города Украины в эти выходные выбирали себе нового мэра. Новым главой Киева, судя по всему, стал Виталий Кличко. Впрочем, как сообщил сам Виталий, на этом он останавливаться не будет. Теперь в планах боксера стать президентом, главой Верховного суда и спикером Верховной Рады, чтобы, так сказать, объединить все пояса. Также Виталий отметил, что чемпионский пояс мэра Киева, который он отобрал у Владимира Бондаренко, самый огромный пояс его коллекции, и ему придется раза в два его ушиб. А продолжить тему выборов наш специальный корреспондент Артем, который вчера весь день провел на избирательных участках. Артем. Здравствуйте, ребята! В это воскресенье миллионы украинцев вспомнили юность и отправились в школу. Но не для того, чтобы грызть гранит науки, а для того, чтобы выбрать нового президента. На первый взгляд эти выборы прошли без эксцессов, но давайте узнаем у самих участников, были ли нарушения, были ли фальсификации, да и в целом, как прошли выборы 2014. Все в порядке, все нормально. Ребята, а насуют правда очереди очень большие? Очень большие. Так вы же в буфет стояли? Да. Людей очень много. Эти выборы сложнее из-за того, что надо долго было стоять. В прошлый раз такого не было. Мы пришли, сразу проголосовали. Мы второй раз уже пришли. Второй раз уже пришли? Да. Молодцы, правильно. А говорить и не было. В тот раз и Януковичей по пять раз голосовали, и по шесть раз голосовали. А вы всего второй, да? Меняется наша страна? Да, меняется. Все к лучшему у нас становится. Надеемся. Как выборы прошли? Очень душно, но в целом я рада, что я пришла. Сейчас так рассказывайте, как будто вы в бане были. Очень душно, но в целом я рада, что пришла. Как банщик? Ну, немножко тяжело, жарковато, но мы сделали свой выбор. Думаем, государство не забудет наш вот выбор, что мы стояли парились. Я надеюсь, что парились мы только сегодня, и так жарко дальше нам не будет. Я думаю, что так не будет. Боялись, что ручки будут подменять, что они не будут писать. Потом пропадут, все нормально. Ручки? Да, да. А это уже от людей зависит? Да. Если ручки пропадают, это значит, кто-то их либо ворует, либо ломает. Но тот, кто ломает, в Ростове, поэтому, скорее всего, ворует. Я президенту вообще первый раз в Москве. Серьезно? Такая жизнь. Первый раз, да? Да, первый раз. А вот в урну с первого раза попал? Да. Да? Старался, да. Круто. Молодец. У меня первый раз вообще не так было. Да? Угу. Тяжело. Много народу. Много народу на больших, на больших дельницах. Целый день очередь. Очень большая очередь. Большая очередь. А как вы думаете, с чем это связано, такая большая явка? Потому что я скажу себе, я хочу обязательно свой голос отдать. Я не хочу дома просидеть со своим голосом. Мы проснулись. Путин хотел нас разъединить, ухватить, что-то забрать у нас. А получилось наоборот. Мы проснулись, он разбудил наш народ. Спасибо ему за это. Посмотрите, что творится. То есть все-таки Путин хороший человек? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо. Спасибо, дядя Лова. Спасибо, Артем. А мы переходим к другим новостям. Верховная Рада приняла законопроект, который приблизит переход Украины на евростандарты. Как утверждают эксперты, первыми на европейские стандарты в Украине перейдут цены. Генпрокуратура заявила, что будет подавать на Коммунистическую партию Украины в суд. Однако, как показывают соцопросы, большая часть украинцев желает, чтобы все было без суда и следствия. В СБУ появилась информация, что российские каналы используют 25-й кадр для влияния на подсознание зрителей. Из-за этого все россияне воспринимают новости примерно так. Пресс-служба певицы Кончиты Вурст заявила, что на днях победительница Евровидения приедет в Москву. Наконец-то Европа перешла от слов к делу и применила в отношении России жестокие санкции. Хотя сама певица утверждает, что ее поездка будет носить чисто деловой характер в рамках обмена опытов. Вдохновленные победой на Евровидении Кончиты Вурст, Министерство культуры России планирует отправить на следующий конкурс очаровательную девушку Владимира. Украинский режиссер Мирослав Слобошпицкий привез с Каннского фестиваля три награды. Это огромное достижение отечественного кинематографа, ведь до этого наши режиссеры привозили из Канн в основном магнитики и гостиничные тапочки. Новости с Востока Украины. Стало известно, кто на самом деле скрывается под маской нынешнего губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Ренат Ахметов записал очередное видеообращение, в котором резко осудил так называемую Донецкую Народную Республику. Данное заявление свидетельствует о том, что хорошо организованная преступность объявила войну плохо организованной преступностью. В то же время лидер сепаратистов Губарев заявил о желании захватить весь Восток Украины. Правительство Украины уже решило подарить ему за это губарево-закаточную машинку. Тем не менее, правительство непризнанных республик продолжает сформироваться. К примеру, вслед за министром культуры Луганской Народной Республики Ириной Филатовой, собеседование на министерскую должность прошла еще одна девушка. Ах, какая женщина! Новости из Крыма. На полуострове резко растут цены на продукты. Появилась информация, что для стабилизации этой проблемы Владимир Путин лично контролирует цены в крымских супермаркетах. Также на полуострове продолжаются перебои с электричеством, однако отсутствие электроэнергии никак не мешает работе Ялтинского парка-аттракционов. А вот уход с полуострова Новой Почты оказался более чувствительным. Теперь грузы крымчанам будут доставлять специально обученные курьеры. Международные новости. В США, близ Флориды, перевернулась фура, перевозившая около 20 миллионов пчел. Об этом с места происшествия сообщил наш корреспондент. В Дании чиновник, укравший деньги на светофор, будет исполнять его обязанности. В Москве следователи нагрянули с обыском в офис компании Яндекс. После того, как в Яндексе следователи ничего не нашли, они сказали, что попробуют поискать в Гугле. Виктор Янукович, пробыв в России более 90 дней, нарушил закон о пребывании иностранцев на территории Российской Федерации. Таким образом, теперь в коллекции Виктора Януковича полное собрание нарушений законов. Одно из книжных издательств Ростова объявило о том, что Виктор Янукович приступил к написанию новой книги об Украине и уже даже прислал несколько рукописных страниц. Также Виктор Федорович лично нарисовал план выхода страны из кризиса. Продолжаем. На Тольяттинском автосалоне российские конструкторы представили очередную модель. Вас ничего лишнего. Помимо новинок на автосалоне были представлены и старые, но усовершенствованные модели. В частности, в автомобиле «Лада Калина» был усовершенствован климат-контроль. А завершал программу автосалона показательный краш-тест «Лады», который автомобиль практически прошел. Новости спорта. В Литве прошел матч по шахматам между брюнетками и блондинками. Понятное дело, выиграли брюнетки, но блондинкам сказали, что ничья. В футбольной новости. После поражения от сборной Украины сборная нигера по футболу нашла молодого, но очень перспективного вратаря. После того, как на автобус донецкого шахтера напали неизвестные, аналогичная история произошла и с футболистами киевского «Динамо». Несмотря на то, что он нападавший был в маске, знакомый перегар и фраза «Вот когда я вас тренировал», выдали скрывавшегося под маской Олега Блохина. Тем временем на украинских стадионах все большую популярность набирает футбольная кричалка «Хто не скачет, той москаль». Эту акцию футбольных фанатов поддержали во всем мире. В Африке, в Австралии, в Англии и даже в Москве. А сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. На третьем месте сегодня самый быстрый нокаут в истории бокса. На втором месте чемпионы двора по прыжкам с гаража. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А побеждает сегодня представительница известного боевого искусства КПРа – «Драки в танц». На сегодня новостей больше нет. Хотим сказать, что сегодняшние новости полностью зависят от того, что мы делали вчера. Так что в наших с вами силах сделать завтрашние новости лучше. Берегите себя. До свидания. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ